В предыдущем видео, которое называется «Не покупать доллар, пока не посмотришь это», я рассказал о том, что намного выгоднее покупать фьючерсы на доллар, чем доллар, и это выгоднее в 12 раз, то есть вы можете, если у вас есть денег всего на 1000 долларов, купить 12000 долларов фактически, и получить с них прибыль, и все это делается через фьючерсы. И сейчас я хочу продолжить немножечко про фьючерсы, затронуть только какой-то один маленький элемент на понимание, что же такое фьючерсы, потому что кажется, что это чудеса, я когда начал разобраться, чудеса продолжились. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я рассказал о том, что можно купить, имея денег всего на 1000 долларов, например, в виде фьючерсов 12000 долларов, но в виде фьючерсов. Каждый фьючерс – это 1000 долларов. И я этим пользовался, торговал, ну я торговал в основном нефтью, и все хорошо, но как-то я начал задумываться, а откуда такая неслыханная щедрость? Что за аттракцион неслыханной щедрости? Ну, смотрите, если я хочу купить, скажем, телевизор, машину, дом, квартиру, и у меня не хватает денег, то что я делаю? Я беру кредит, покупаю это в кредит, и потом постепенно отдаю деньги банку, банк дает мне деньги под проценты, на чем зарабатывает, правильно? И что такое квартира? Квартира – это вот нечто весомое. Теперь дальше, если я иду на бирже, покупаю акции, и я вижу, что акции вырастут, то я могу взять у брокера кредит и купить эти акции в кредит. И брокер говорит, что кредит на покупку акций, пожалуйста, 16% в рублях, и сколько там, 3%, по-моему, или небольшой процент в долларах, то есть если я покупаю в долларах. Если я делаю операцию шорт, то есть продаю акции, те, которых у меня нет, то я беру у брокера эти акции в долг и плачу за операцию шорт тоже определенный процент, насколько я помню, там 13% от суммы актива, каждый день считается на состояние вечернего клиринга. Ну, я об этом рассказываю на курсе биржи для чайников, как берется кредит. Вот, и я когда-то, когда начал разбираться, полез в личный кабинет узнать, какие же проценты по кредиту за фьючерсы берет брокер. Я копался-копался, не нашел, и стал звонить в службу техподдержки. И в службе техподдержки мне сказали, а кредита нет. Нет кредита вообще. Я говорю, как нет? Вот так нет. Я говорю, ну, а если я в шорт беру? И в шорт нет кредита. Тут я растерялся. Ну, то есть я могу купить в 12 раз больше, чем у меня есть денег. Еще и без кредита. Ну, становится все чудесатее и чудесатее. И я продолжил дальше, значит, ну, торговать. Думаю, ну, ладно. Вот, и после я заметил еще одно чудо. Что я вообще не плачу деньги, когда покупаю фьючерс. Вот тут у меня вообще крыша поехала. И я начал разбираться, и я разобрался в этом вопросе только после того, как я начал заниматься опционами на самом деле. Потому что опционы там это еще немножечко круче все. Вот, я начал разбираться и в конце концов разобрался. Вот сейчас я пытаюсь сказать. Смотрите, фьючерс – это не актив. Фьючерс – это вообще нечто. И фьючерс – это идея, это вера, это вероятность. А сколько она стоит? Как ее можно оценить? Да никак. Вот. Вот в чем дело. То есть это некое понятие, ну, более-менее абстрактное, которое привязано к базовому активу. И фьючерс, конечно же, всегда идет параллельно базовому активу. Фактически цена фьючерса, цена я беру в кавычки, она следует за ценой базового актива. Это первое. А вот второе, значит, что я обнаружил еще, какое чудо. Смотрите, когда я иду в магазин и покупаю что-то, то я иду в магазин с деньгами. И я покупаю эту штуку, я ее забираю, и на кассе я взамен отдаю деньги. То есть у меня денег стало меньше, но зато прибавилось в корзине что-то. Когда я покупаю акции, я плачу деньги за эти акции, и у меня денег становится меньше, я это вижу на счете, а зато появляются на счете акции. А когда я покупаю фьючерсы, то у меня никаких денег не уменьшается. То есть сколько было денег, столько и осталось. Я такой, что? Почему? Как так? Вот, ну, осталось и осталось, ладно. Но, значит, когда я покупаю фьючерсы, то, соответственно, если актив базовый растет, значит, там, ну, там, доллар или нефть растет, я купил фьючерс, значит, и актив начинает расти, то после каждого клиринга денег у меня прибавляется, и поэтому все здесь нормально, никого обмана нет. И деньги прибавляются как раз в соответствии с тем, сколько я купил фьючерсов. То есть если я купил, например, у меня 1000 долларов, там, 75 тысяч рублей, как в прошлом видео, и я купил сколько там, 12 тысяч долларов, 12 фьючерсов, то есть у меня деньги прибавляются в соответствии, ну, как будто если бы я купил 12 фьючерсов. Но, 12 тысяч долларов, и, к сожалению, убывают они тоже с такой же скоростью, с 12-ти кратной. Вот это, конечно, тоже надо иметь в виду. Но деньги при этом на момент покупки не уменьшаются. А что же происходит? Смотрите, когда я покупаю какой-то товар, там, акцию, или, там, доллары, то доллары могут иметь какую функцию? Доллар – это эквивалент всеобщего обмена, эквивалент какого-то труда, который затрачен на производство какого-то товара, и, ну, придуман просто как бы всеобщий эквивалент. Это валюта, это доллары или рубли. И когда мы идем в магазин, то мы меняем вот это вот рубли на тот товар. Но в товар вложены деньги, понимаете? Акции – это то же самое актив, но актив тоже оцененный, потому что это доля какого-то огромного бизнеса, который стоит за ними, который подкрепляет эти акции. А что же подкрепляет фьючерс? А фьючерс, цена на фьючерс определяется только спросом и предложением. Ничего за ним фактически не стоит. Фьючерс – это надежда. И когда мы покупаем надежду, то мы надеемся, что он вырастет. И единственная цель покупки фьючерса – это продать его. Единственная цель продажи фьючерса, в шорт, если, например, выкупить его назад по более низкой цене. То есть единственная цель покупки фьючерса – это сыграть на разнице цен между покупкой и продажей. Если в шорт, то сначала продажа идет, потом покупка. Если мы покупаем чисто на рост, то сначала покупаем, потом продаем. И получаем разницу между ценой покупки и продажи. Иначе быть не может. Мы не можем накапливать фьючерсы. Мы не можем фьючерсами расплатиться в магазине. Мы не можем фьючерсами получать зарплату. Вот это основное отличие. Поэтому фьючерс – это нечто, некое понятие, которое просто призвано для того, чтобы спекулировать на рынке. Потому что в России, по крайней мере, все россияне – спекулянты, грубо говоря. Потому что мы привыкли, что рубль – это слабая валюта, которая зависит от нефти, от чего-то еще. В последнее время она очень сильно зависит от политики. И поэтому на рубль нельзя рассчитывать, а рассчитывать надо на доллар, потому что доллар – это как раз твердая мировая валюта. И это происходит не только в России, но и во всем мире. Потому что как только в какой-то стране возникают какие-то пертурбации, то люди бегут, покупают доллары. Это видно в Венесуэле, это видно в Аргентине, это видно в России, это видно в ЮАР, это видно в Турции. То есть люди стремятся избавляться от национальной валюти, которая начинает падать. И они покупают другие активы, которые растут по отношению к этой валюте. Или валюта падает по отношению к этим активам. И поэтому фьючерсы мы покупаем, потому что мы верим в его рост. С тем, чтобы продать его впоследствии. И это единственная цель. То есть мы не можем не продать фьючерс. В конце концов, у нас не будет никаких фьючерсов и так далее. Поэтому мы покупаем веру, мы делаем ставку на рост или на падение. Вот что такое покупка фьючерса. То есть это фактически ставка. Понимаете? То есть ставка на рост или на падение. И поэтому, если мы угадали направление движения, то если мы считаем, что доллар вырастет и он действительно вырастет, то мы получаем прибыль. То есть ставка наша оправдалась и все хорошо. Но если фьючерс пошел не в ту сторону, в которой мы предполагали, что бывает довольно часто. То есть доллар регулярно падает. Я не хочу никого расстраивать или вы будете спорить, но доллар падает очень регулярно. Точно так же падает регулярно нефть, точно так же, ну это уже достаточно очевидно, и точно так же может упасть там все что угодно. Поэтому, если мы покупаем фьючерс и мы делаем ставку на рост, а он падает, то кто получит, ну то есть мы получаем убыток, потому что мы должны возместить, то есть дать прибыль тому, кто продал нам этот фьючерс, понимаете? За счет чего получается эта прибыль? Всегда за счет того, кто не угадал с ростом, понимаете? И поэтому, поэтому фьючерсов может быть сколько угодно. То есть смотрите, когда, кто выпускает деньги, рубли, там валюту и так далее. Центробанк, и Центробанк следит, чтобы стоимость обеспечения вот этих вот денег, обеспечения единицы денежной соответствовала, ну совокупному труду, который вложен, так сказать, в совокупный продукт в государстве, внутри государства, который производится. Понимаете? То есть деньги это мера труда. Акции, они вообще ограничены, потому что в проспекте эмиссии написано, вот акций столько и все, больше их не может быть. И акции это доля предприятия. А сколько же может быть фьючерсов и кто их выпускает? А фьючерсов может быть сколько угодно, потому что как только мы делаем заявку на, скажем, покупку фьючерса, то мы его генерируем. То есть всегда возникает пара. Кто-то покупает фьючерс, кто-то продает. И таких людей, которые вовлечены вот в этот процесс, может быть бесконечно много, поэтому, значит, вот цена начинает колебаться, а колеблется она в зависимости от базового актива. Потому что если будут превышения спроса над предложением, то это превышение немедленно нивелирует брокер там или организатор торгов, то есть московская биржа, каким образом? Ну, просто она выкупит, продаст вам, сколько вам надо этих фьючерсов, пожалуйста, отсыпит. Потому что, ну, они-то знают, что фьючерс не может отрываться от цены базового актива очень далеко. Вот это существенно. Но об этом давайте обсудим в следующем видео, потому что это еще один огромный пласт. То есть, смотрите, есть, что я сейчас хочу сказать, что есть базовый актив, который торгуется, и есть фьючерс на этот базовый актив, базовый актив – это нечто, что можно потрогать. Ну, или зачем стоит стоимость. И фьючерс – это ставка на этот базовый актив, которых может быть очень много. Так вот, торги есть по базовому активу. Это так называемый спот-рынок, где вы можете купить реальные и доллары, где вы можете купить, это валютный рынок. Если вы хотите спот-торги по нефти, есть спот-торги по нефти, где вы можете купить реальную нефть. Реальную нефть. То есть, вы покупаете на рынке реальную нефть. Если вы нефтеперерабатывающий завод, почему бы вам не купить нефть или фьючерс на нефть, потому что потом поставочный фьючерс. Вот, то есть, смотрите, я уже немножечко ввожу новые слова. Это поставочный фьючерс, расчетный фьючерс, есть спот-рынок, про который я только что сказал. То есть, спот-рынок – это то, где продаются реальные активы. Вот. И цена фьючерса не может сильно отрываться от реальных активов, потому что брокер все-таки обеспечивает, чтобы эта цена не отрывалась сильно от базового актива. И как он это делает, я расскажу, наверное, в следующем видео. Поэтому оставайтесь на канале. А сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. И спасибо за внимание. Да, я очень-очень много не учел здесь, не показал. Просто это видео о том, ну, о философии, грубо говоря, фьючерса. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитко и Юрий.